Вот это и есть наши дети. А теперь преподавание биологии, природоведения и истории должно начаться с восхищения за наших предков, поклониться им и предупреждение, как можно скатиться до дикости. Что сейчас идёт? Я начну, чтобы в память о Боднаре, который вот эту книгу чёркал и кинул в эту, кинул её в мусорное ведро. Дело в том, что я пытался понять, меня Елена Александровна спрашивает, что он там не понравился, как бы книгу увидеть? А она же учёная, и это надо знать. И любопытно, само собой, да и знать надо, в конце концов. Почему один выдающийся чёркалевед, у другого, назовём его профессиональным чёркалеведом, учёным, кандидатом в наук, взял книгу в мусорную и кинул? Так вот, я бы никогда не говорил, если она дойдёт до неё, до неё, то точно дойдёт этот разговор, этот вебинар. Ей будет не стыдно, нет. Её переубедить невозможно. А ей будет обидно. А я не могу иначе. Почему? Она сделала книгу, в которой надо было назвать, «Как уничтожить дерево и лишить его морозостойкости». Вот. Видите? А так как ей будет обидно, я попробую ей же объяснить, что она натворила. Я... Вот, допустим, следующее, да. Это только я вам показывал, но это настолько очевидно, что тут я перед Леонсаной отчитываюсь. Она всё-таки моя, считается ученицей до сих пор. Вот. Хотя бы в каких-то вопросах. Вот это вот официальное. Вот она. Вот, видите? Это официальное производство так называемых клоновых подвоев. И что здесь написано? Вот, что написано. И номера есть. Нам это не надо знать, не дай Боже. Вы посмотрите на это качество. Вот это реальность. К нему Канчина отношение не имеет к этому. Она имеет отношение к этому. Смотрите. Вот это одна из... Я потом буду вам ещё зачитывать. Я чуть-чуть, коротко вернулся. Вот. Гражданка Канчина. Раз навсегда. Когда до вас дойдёт. Уже всё. Уже кончились те времена. Ну, забудьте эту Германию-то. В конце концов. Ну, нельзя штамбы делать. Тем более, штамбы делают только до того. Я вам объясняю. Италия, Германия, там луговая сады и прочее. Полив этот самый капельный. Вот. Почву всю перекапывают до копейки. Потому что у них другого выхода нет. У них, они не подходят к ним. Они даже ягоды с тракторов снимают. И опрыскают с тракторов. И это. Гражданка можно было этот снимок помещать. У нас Сибирь. У нас средняя полоса. Даже у вас в Брянске снег лежит. Нижние ветки. А они всё-таки держат какой-то степени влагу. Нижние ветки должны быть под снегом. Это будет вечное дерево. А это дерево сдохнет первую же зиму за 30 градусов. А цифру 30, это же вы назвали. А где вы найдёте в нашей стране регион, где было бы ниже 30, то есть выше 30? А вот это тот самый подвой. Черешина, подвой, ВП1. Я не поленился. Вот он, ВП1. Вот он. Вы представляете, когда черешня, это трёхэтажное дерево, огромное, красивое. Вот, когда оно нормально вырастает, как у Боднера вырастало, да? Думаете, зря он этот чёрт его выкидывал. Вот она. Вы представляете, вот этот подвой, несколько корешков незамазанных, изувеченных до нельзя. Это как предательство какое-то. Это работа просто так, знаете, в холостую. Я вам сейчас чуть-чуть отдыхусь. Есть у нас лесхоз. У нас их несколько, называть не буду. Хотя бы с благодарностью за то, что они тогда поделились со мной уссурийской грушей. Самая культурная из этих дикоросов у них была уссурийская груша. Когда я назвал её дикоросом, я не ошибся. Вот. Я на коленях стоял. Я привёз несколько бутылок спирта. Я привёз деньги. Так. Вот. Выходной день, когда только сторож. И говорю, дайте мне, мне нужно несколько этих саженцев хотя бы. Он говорит, их нету. Как нету? Я же говорю, видел, у вас, мне выше колена были. Я же приезжал к вам. Их нету, как нету? А мы их запахали. Я говорю, как запахали? Вы слушайте внимательно. Вспоминаем этого иностранца Хазанова, который рассказывает, один русский. Я ему посадил, выкопал другой, её закопал. Я вам уже один пример такой приводил. Мол, второй не пришёл, который должен был саженцев садить. Здесь вырастили. Ни одного, это его слова, продать не могли. Запахали. Много лет в этом питомнике. Но это если бы в те годы надувало прокуратуру, там и то, это получается, что я стукать. Живут же люди, государственные деньги, это государственные предприятия, лесхоз, на ней получают деньги, они выращивают, они бумажки пишут, они нищета. Натуральная нищета. Зарплаты такие низкие, что это. Если у тебя нет огорода, включая там ЗАФ или там директора, вот, не выживешь. Но это было нормально, это было советское время и постсоветское время. Посадят, вырастят, план продать не одного. А кому нужна уссурийская гроша? Я её на коленях стоял, уже тогда, когда, скажем, запахали, не на саженце. Но я потом нашёл, я нашёл, попробуй мне это, я нашёл. Ченнобаев тогда нашёл сам, но только другими методами. Вот, так вот, это, те хотя бы сеянцами были, и то не пригодились нигде. В городе нет, а они же для города, для Санугорка старались. А в городе нет ни одной, а я же город знаю, я знаю, где живёт несколько десятков абрикосов, пусть невкусных, типа этого самого, сибирского, пусть несъедобных, но они растут. А груши ни одной. А по нашим сибирским меркам лесхоз рядом, а он же должен был снабжать город чем угодно. Берёзы, да, пожалуйста, пихты, пожалуйста. А груши-то нет ни одного. И это продолжалось столько времени. А теперь скажите, вот эту дрянь зловонную, ты чуть не сказал, вот это вот, там ещё, я показал другой снимок, там в 100 раз больше, то есть там целые эти штабеля и вот эта вот дрянь. Всё это высохло, всё это не замазано, всё это имеет 2-3 конечки. Для кого, для чего? Это мы в этой стране живём. И вот это вот было предложено, наше любимое, это самое, ну назовём брянское, в качестве подвоя. Когда я смотрю на это, кто-то скажет, ну они же не случайно сняли, не могли они как книги выбрать подвоя, черешина подвоя, то есть она настоящая, например, подвой вот этот вот, да? А почему они наклонные? Тут скажут так, мне могут сказать, так как, почему вы нет? Вот, вспомнят Тогоровскую лодочку, была такая мода, выращивать наклонные, стоять. Нет, друзья мои, черешу так не вырастешь. У неё два варианта, или стоять прямо, или погибнуть. И не нашлось для книги другой фотографии, чем вот это вот подтверждение того, что ну вы что, с ума сошли? У меня тут несколько анекдотов приготовил, хотел рассказать. Не только как Хазанов удивлялся, почему один выкопал ямку, а другой её закопал. Вот, ну они такие неприличные, они к теме, но тут и дети, может, смотрят. Черешина, это её, я сейчас продолжу. Один раз не разберёмся, пусть я ещё придётся, всё, что я приготовил, это надо несколько вебинаров. Ну чё, январь, такое дело, февраль, успеем. Итак, цветочные почки замерзают, т-т-т-т-т-т, потом, значит, оказалось, 93% погибли, 30%, это, в общем, тут идёт цифры Мороза, всё погибло, 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 Тараненко погибло, погибло. И дальше я бы хотел сказать, чего мы учим с вами. Вот её книга. Я буквально чуть-чуть, Дмитрий Александрович, вы далеко бы сказали, что-то за чёрт его модно. Попробую угадать. Так. Попробую угадать. Ё-моё. Так, 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 так. Перемещение южных садов в среднюю полосу полуэзитатов не дало. Кстати, они же ничего здесь про это, про вегтативную губернизацию, про, про, мы же с Боднером же на этих выращивали, на диких, слив, вишнях. Здесь про это ничего. Вы здесь, вы представляете, мощные, я их называю, сибирские штабовые вишни, мощные, сеянцевые, деревья, вот обхватят, вот они, вот. Вот, и тут же рядом, а чем она занималась там, непонятно. Ну, уже знали про железу, знала про Боднер, ну, трудно выписать было. Чем вот эта, вот, эта свежая книга-то. Ой, перемещение южных садов не дало, выпало 93% деревьев, вымезли полностью, дальше идет список, вот. Слабая зимостойкость в донецких сортов. В Воронеже выпад 67%, вот. В Брянске сохранилось и 12 сортов, 2. А, так, недостаточная зимостойкость вымезли в сортов селекции, дальше идут уважаемые фамилии, стыдно называть. Вот они, вот подряд фамилии. Воронеж, Россов, вот. Киев. Ну, чего было к Боднеру-то не обратиться? С 72-го года выращивает щечелки. Я про него знаю с 86-го года. Книга, когда она была. Подписана печать. Да? Девятый год. 21-й век. В целом, выпад у белорусских выше. В чем причина существенных различий зимостойкости? Т-т-т-т-т-т. На гибридных сенциях влияет внимание. Мы же с вами теперь, это элита, а еще как нас назвали, секта. На гибридных сенциях влияет саду и следственность южных сортов. Препятствующих вырывать зимостойкость. А Боднер как? Он же не калечил деревья. Самое южнее уже некуда было. То, что он покупал на рынке. Ой, в каком рынке. В специализированных магазинах. Это было строители, это элита. Только они могли в Сибири есть чересну в те годы. Вот. И косточки с них оставлять. Вот там и все. Ну, понятно, на следствии. Южная на есть южная. Ой, так. Вот это я пока пропущу, потому что... Ой, 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 ой. Интересно, это нас касается. Вот и установлено, что временное повышение температуры воздуха в холодный период года постоянно снимает часть приобретенных во время закалки морозостойкости. Ну, неужели проще нельзя написать? Почки просыпаются раньше времени. Теряют морозостойкость. Ну, это ладно. Пускай будет у неё по научному. Я как бы, вот, не надо было мне это вопрос задавать. Вот. Сеянцы культурных сортов как подвой используются редко. Ну, тут правильно. Что подвойним в ростойке, что приводим в ростойке. У меня, правда, другую причину называют. Плохая схожа семян. Ну, это надо уметь. Так. Так, так, так. Смотрите внимательно. Это очень важно. Клоновые или вегетативно размножаемые подвои. Существенным недостатком семенных подвоев является то, что в неврожайные годы из-за отсутствия семян притомники остаются без подвоев. А знаете, почему из-за отсутствия семян? Потому что это, я тоже на огромном питомнике знаю. Звонит мне директор огромного питомника и говорит, Валерий Константинович, у вас есть косточки мажорских абрикосов? А я их тогда мало заготовлял. У меня под деревом, это, вот, Ваулин, директор Мясского института, директор Мясского института подтвердит. Вот так и росли ковром, никому не нужно. И вдруг, а у вас есть косточки? Я говорю, ну как, я их не заготовил, немножко было себе, только на это, для питомника. Ответ на сюжет запомнил. Эх, жаль, опять будем привать на Бесею. Я до сих пор, крупнейший в России питомник, я до сих пор не знаю, что такое, у них каталоги написано, абрикос привит на полу карликовый подвой. Подозреваю, что я на Бесею, вот он же мне сказал, будем привать на Бесею. Подозреваю. Ну почему нельзя написать на Бесею? Тогда бы люди боялись и не покупали бы. Двухметровая вишня и этот самый, абрикос, трёхэтажный дом может занять объём, если не корречен. Вот так вот. И сейчас не знаю, на чём приват. Если на Бесею, значит, подставляют покупателей. А они потом руки опускают. А потом я вам письмо прочитаю. Это письмо горькое, оно человека, который во всём, видимо, ввязался в это дело. Вот. А потом уже в отчаянии, то есть мало мошенников, и мы туда же, секта наша. Сейчас ещё, недолго. Формы ранее обрезка. Самая подлая здесь, знаете что? Самая подлая, вот тут надо искать, 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 искать. Ага. Почти для всех сортов черешни характерно ярусное расположение ветвей. Бедная черешня. Причём в одном ярусе образуется 5-8 веток. Я смотрел на плащащую черешню у пианиста, не только у себя. У меня они куда-то вверх лезут вот так. Вот. Забываю стричь. Вот. У пианиста, у Боднера. Вот. Никто из них ни разу ни одну ветки не отрезал. Нормально всё. 5-8 в ярусе. Это и есть норма. Читаем дальше. Цитирую. Конечно, такое количество ветвей нежелательно. Откуда она знает-то? Бог-то их делал же 5-8. Так как по мере роста слабые ветки вытесняются сильными и погибают. Чего ты взяла, что они погибают? Они погибают вот. Ну, ещё раз. Может быть, когда-то она, ну, не пойдёт в монастырь грехи заболевать. Вот из-за чего они погибают-то. Поэтому лишние ветки следует удалять. Вот. И получается, лучший типом формирования, это придумали люди и дочерей, является разреженной ярусной. В каждом ярусе три основные скелетные ветки, отходящие под тупым углом. Все остальные удаляются на концу. Вот после этого, всё, что она написала, я уже так, как на митинге. Поймите, почему это. Я не могу устроить символичное сожжение этой книги. Я дам Елене Санне, она когда-то вырастет, Елена Санна, в смысле, как вырастет, как... Академиком станет. И когда-то она это сделает музей. И в этом музее будет вот эта книга. Музея, а не это, не на прилавках магазинов. Вот. Взять из увечья дерево, оно потеряло. Даже здесь со мной согласится, если меня слышат, там, за неделю, 500-600 всех. Не найдётся ни одного, который не скажет, что из-за того, что отрезаны десятки веток, оно сохранило мраздеку. Вот так вот. А ещё не всё, я просто там ещё есть это, первое. Вот. Это бы просто, как сказать, это знак уважения к Боднеру. Понимаете? Потому что, а вдруг этот самый Сергей Сергеевич дойдёт до него. А вдруг пошёт экспедицию, это... Что, неужели нет таких денег, чтобы Алексей Боднер взял и... Взял и это, продал ему. Именно как сорта. Хоть Канчина говорил, а хоть имел право сортом называть. Сын знает всё. Они вместе работают. Я всё время там видел. Вот. Я до него дозвонился, кстати. Кто меня спрашивал про книги? Сказал это самое... Знаете, как он ответил? Ничего сказать про книги не могу. Я говорю, сейчас, на данный момент, можно нарезать черенков? Нет. Вот это настоящий садовод. Я же тоже не режу. У меня что думаете? Я мог сейчас сотню черенков нарезать, так, удвоить цену и думать, они... У меня бы их брали, по 200, по 300 рублей бы брали. И эта сотня бы меня озолотила. Нет. Вы заметили, что я свои не продал мне это? Вообще не продавал. Почему? Боюсь. А она не боится, вот там бы. Вот. Боже, не... Ой, нет. Вот. Вот так вот. И Костичев сказал, нет. Так что, это... А там, пожалуйста, ну, как нет? Может, его наши деньги не волнуют. Может быть, он бережет эти же... Костички могли кончиться. Ну, просто их уже нет. Я же птицы знаю, как там клевали. Там туча птиц. Это такое чудо. Я не скрываю. Я подбирал птица клюнет, да? Оно падает, а я подбираю по земле, ползаю на колени, подбираю косточки. А мне туда не добраться. Видели мои черешни? Даже с этой не могу добраться, с тревянкой. Вот. Они фактически пропадают. Вот получается, что, Сергей Сергеевич, дорогой наш министр, что за страна такая? Неужели никогда ничего? Вот это какая-то система ниппель. Система ниппель. Так. Ну, и, кстати, напоследок сейчас скажу. Если вы меня слушаете, гражданка, ой, если вы меня слушаете, гражданка Канчина, я вам говорю, у любой черешни, привитой, не привитой, морозостойкость градусов на 5 выше, чем вы пишете. Просто перестаньте колесить. Уже выдержат из градусов. А вы пишете 25. А если цветочек почки помирает 25, она вообще дерева не нужна. Так ведь? Это вы из колеса деревьев испытывали. Специально колесили испытывали. А привитая на сибирскую, запоминайте, гражданка Канчина. Вот. Илья Александровна Савиньевич уже знает. Привитая на сибирскую, что там был вишня, они выдерживают до 40 градусов. Ну, разве что пропустят урожай. Вот. А, у меня фотографии есть. Не вот этого года теплая зима была. Нет, то есть не вот эта зима, вот еще сейчас, она опять была морозная. А предпоследняя была теплая, а предпредпоследняя была морозная. А у меня фотографии до того года, так ведь? 2008, 2018-19, вспоминайте. Вас, вы фотографировались, я сейчас их сообразил, надо было перенести сюда фотографию. Сейчас я фотографируюсь в моем саду. Илья Александровна. Пойдем дальше. Ну, книгу, конечно, мне она не нужна, я уже все, что мог, рассказал. Я страницу перефотографирую и потом вам книгу подарю. Ой! Как можно! Я хотел спокойно говорить, с улыбкой. Как увижу это, шерсть дыбов. Да что вы! С ума посходили! Что вы творите? И это же еще, это реклама! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова